Добрый день, уважаемые наши слушатели и зрители. Как мы вам обещали, у нас опять встреча с Ольгой. И мы продолжим разговор. Ну вот, значит, Ольга, здрасте. Здравствуйте. Снова в нашей студии импровизированной тебя видеть. Ну, у нас сегодня разговор пойдет как бы в двух частях. Ну, первая часть, наверное, интересна всем, поскольку, особенно, кто здесь не был, уже неделю ровно, да, практически, ты здесь с Димой. Скажи, пожалуйста, какие, что происходит, какие изменения у Димы, как он, меняется ли, меняется и как меняется. Вот буквально несколько слов, что за неделю уже за такой короткий время уже произошло. Да, всем привет, здравствуйте. Буквально за вот эту неделю, если кратко, то можно сказать, что приехал он сюда маленьким диким зверем, который бегал из угла в угол и совершенно не понимал, что с ним происходит. Вот, то сейчас это ребенок, который превращается в человека. И в чем это выражается? Это выражается в том, что он начал понимать просьбы, то, чего от него хотят. Он стал спокойнее себя вести на всех процедурах, которые с ним проводят. Вот, и потихоньку в нем стала открываться личность. Интересно. Наверное, ты же не представляла, какая личность в нем скрыта. И вот что ты можешь сказать сейчас? Да, вот как многие стали замечать со стороны, что это ребенок стал очень стеснительный, да, очень такой, ну, можно сказать... Да, он был очень агрессивный по отношению ко всем, по отношению к окружающим, по отношению ко мне, то сейчас это другой ребенок. У нас стеснительность, вот в чем проявляется он? Ну, как пример, как себя ведет? Ну, допустим, когда его там о чем-то просят, он там начинает как-то смеяться, улыбаться. Вот вчера я сказала о том, что, Дима, сейчас у нас будут процедуры, да, которые, ну, ему не очень понравились с первого раза. Я говорю, ты подожди немножко и пойдем. Он взял одеяло, спрятался, укутался и такой... Ведет себя как нормально, обычный ребенок, который тоже... Я бы, наверное, тоже спрятал. Если бы мне сказали, что у меня сейчас колодки были иголками, вот так что это нормальная реакция. Ну, еще есть время, я думаю, что изменения будут и, может быть, ты потом об этом расскажешь. А можно еще одно? Еще вот вчера по поводу изменений, мы вчера с Димой шли гуляли, ну, прошлись пешком до торгового центра. И спустились в магазин, ну, мы просто как бы там гуляем, везде заходим, и вот вещи там, где продают. И было такое, первый раз в жизни у меня, да, когда я, во-первых, зашла в вещевой магазин с ребенком, он сидел на стульчике, он ждал, пока я выбирала, пока я смотрела. Я выбрала стопку вещей, я их всех спокойно перемерила. Ну, то есть это вообще, такого никогда не было. Я в супермаркете едва ли могла там какой-то набор продуктов быстро набрать. А тут дитя сидела и наблюдала за мамой. Позвольте себе добавить, в нем проявляется не просто застенчивость, немножко другое, в нем проявляется осознание своих действий, и то, что он стал стыдиться того, что он делал неправильно. Вот когда я ему говорил, он говорил, что вот, что ж ты делал-то такой, он зажмуривает глаза, улыбается и отворачивается. И стоит с зажмуренными глазами, что ему стыдно. То есть ему проявляется сознание, ответственность и совершенно другой интересный характер. Я помню, как он у нас первым делом стал мыть еще посуду. Не просто умыло разливается, а встал, встал мыть посуду. Да, да. И на стульчике, да, и на стульчике. Вот он, допустим, он раньше играл, где хотел. Но тут холодный пол, и я ему поставила стульчик, то есть он понял, что надо сидеть на стульчике. Но обычно он дома всегда настаивал на своем, то есть какие-то мои пожелания никогда у него не учитывались. Вот, ну много таких мелких моментов, конечно. Да, сложно это все сейчас. Да, да. Я прошу обратить внимание на один момент, который был написан в видео, в итоге тоже был выражен, что он стал работать с нормальными инструментами, не боясь этого. И самое главное, он проявил творческое начало, которое тоже все заметили. Да, с дрелью, с дрелью. Я была на процедурах, прихожу, слышу, тишина. Мой Дима сидит, играет с дрелью. Давид, да. Профессионально. Профессионально, да. Ну, он снял все там опасные части. И вот Дима, там была такая клубничка, которая используется для чая. Ну, то есть он как-то сам придумал, что ее надо поставить, включать, крутить. То есть ему было так интересно, ну, я просто... Если поставить на эту вращающуюся трельню, вот эту, которая по размеру она не подходит, то она будет как тряпка вот так вот очень красиво оболтаться. Да, да, ну, то есть вообще супер. Ну, проявляется творческая личность. То есть назад дороги уже нет. Нет, нет. Вперед, конечно. Ну, я думаю, Оля, по итогам, вот, заключительного твоего пребывания здесь, ты расскажешь, может быть, какой-то видеоотчет, может быть, какой-то ролик сделаешь и выложишь, потому что всем, конечно, очень интересно, и все ждут каждый раз, что происходит с ребенком, и радуются. Ну, вот, о второй части нашего интервью, естественно, опять, да, никто не готовился, это будет неожиданно, но здесь разговор пойдет абсолютно о другом. Вот, не менее важным, не менее интересным, и, по-моему, до сих пор этот вопрос, ну, так подспудно дискутировался в чате, но его никто не обсуждал. Чем интереснее будет, наверное, наш с тобой разговор. Скажи мне, пожалуйста, Оль, вот ты росла в семье, развивалась, тебя любили. Ты, кстати, одна родитель? Нет, нет, у меня еще два старших брата. Два старших брата, младшая сестра, все было хорошо, как бы, да, любимая девочка, и вот ты вышла замуж. Скажи, пожалуйста, вот мысли, которые были у тебя, вот, в плане, ну, вот, семья, там, муж, вот, основные мысли, основные желания твои, вот, в момент до рождения Димы в браке, они к чему сводились? К созданию семьи, конечно. Ну, а в чем это выражалось, скажем, вот, по отношению, там, к мужу, по отношению, вот, к этому очагу? Ну, в принципе, в голове была какая-то картинка, да, как бы мне хотелось. Ну, в принципе, жили, как жили, я ходила на работу, он тоже, вот. То есть, ну, основное, вот, как бы, направление твоей деятельности, твоих мыслей составлял, ну, помимо семьи, да, вот, наверное, муж, как близкий человек. Да. Очень основные. Потом родился Дима. Ну, вот, ты говорила, я напоминаю тем, может быть, кто не слышал, что на прошлом, в прошлом нашем интервью ты говорила о том, что вот уже, как бы, на последних сроках беременности, когда Дима родился и был маленьким, у тебя присутствовало ощущение вот такой тревоги, страха, что что-то не то. Соответственно, все мысли были направлены на... На ребенка. На ребенка. Ну, а уже, когда начались проблемы и в семье, и когда выяснилось, что ребенок больной, к чему я это все веду и спрашиваю, вот тогда мысли, да, все были направлены на... На ребенка. На ребенка. Вот. А теперь меня такой вопрос интересует. Скажи мне, пожалуйста, когда ты последний раз думала о себе? О себе? Вчера, наверное. Ну, а вот до того момента, когда ты приехала в наш центр, я это не просто так спрашиваю, отделяю, потому что вот мы потом вернемся к тому, что здесь происходит. Вот до приезда в Израиль, когда ты вот от момента того, что ты вышла замуж, до момента этого приезда в Израиль, когда ты о себе думала? Ну, в принципе, стала о себе немножко задумываться, это только когда пошли сеансы с Давидом, когда мы вот познакомились. Мы к этому вернемся, вот до этого момента, когда ты последний раз, ну, вот тот период, да, мы берем, позволяла себя, ну, побаловать, позволяла себе что-то сделать. Когда это было вообще-то, помнишь? Нет, не сложно вспомнить. Вот. А теперь мне кажется, почему? Не знаю. Вот. Я надеюсь, что услышали меня. Тогда я спрошу по-другому, может быть, это более резко. Скажи, пожалуйста, а почему ты себя не любишь? Не знаю. Вроде бы как бы люблю, но судя по тому, в какой я ситуации оказалась, то любовью тут, конечно, не пахнет. Вот. Вот смотрите, что у нас получается. У нас получается, что ты молодая, красивая женщина. Вот все мысли, все помыслы ты направляешь на других, да, на близких, на людей. Но, а кто же получается, кто же думает о тебе? Никто. И к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что вот все помыслы и все силы мы направляем на других людей, пусть даже близких, пусть даже родных. Но. И вот теперь давайте посмотрим о том, что стало происходить. Вот вернемся к тому, что ты уже сказала. Начались сеансы с Давидом, начались встречи. Что изменилось в твоей жизни? Ну, получается, это все, конечно, шло постепенно. Но самым важным, да, изменением, которое вот у меня произошло, это все-таки я вышла на работу. Да, потому что я до этого сидела дома. Мы ждали всегда помощи материальной от дедушек, бабушек, еще что-то, от чего-то. Ну, то есть я не выходила на работу, я не представляла, как это вообще возможно с больным ребенком. Это стало возможно? Это стало возможно, в принципе. Давид очень много поддерживал, направлял, говорил, что надо, надо к этому готовиться. Вот, то есть... Стало появляться осознание того, что ты тоже что-то в этой жизни значишь. Ну, да, да. И, в принципе, как бы вот я пошла на работу, я нашла в начале пути, я договорилась с мамой, хотя не всегда легко договориться с моей мамой, чтобы она за Димой присматривала. Вот. Ну, а еще через какой-то период времени получилось, как по волшебству Дима устроился в садик. Ну, понятно, я какие-то усилия делала для этого, но не всегда все получалось. Вот. Ну, наверное, волшебство имеет конкретный адрес. Да. Иначе не зря это совпало, ну, и по времени совпало вот с началом работы. И мы вернемся чуть позже к объяснению, почему же это произошло. И вот у тебя прозвучала фраза, что впервые ты себе позволила что-то, вот тогда, когда начали сеансы. А вспомни, как это было. Ведь столько лет, достаточно много лет ты вообще, ну, собой вообще никак не считалась, и вдруг что-то произошло. Вспомни этот момент подробнее, это интересно. Конкретно сложно вспомнить прям этот момент. Но, допустим, когда я недавно посмотрела свои первые видеоотчеты, да, и я себя просто не узнала. Совершенно другой человек, совершенно. То есть... А что изменилось? Не знаю, как-то сказать. Я там была вообще забитая, несчастная какая-то. Мне себя было так жалко. Ну, и сейчас я периодически тоже не... Ну, это мы заметили. Да, но то, что было два года назад, это вообще кошмар. Полтора года. Полтора, ну, полтора, да. Вот. А в какой момент начало изменение? А вот что осозналось, что проявилось в тебе, что ты поняла, что, собственно говоря, вот внутри изменилось? А, сейчас я, в принципе, вспомнила этот момент, когда все поменялось. Это когда Давид сказал о том, что, ну, я хороший человек. А давайте вот это не понимаем, что хороший человек. Нет. Достаточно было сказать. Вот. Наверное, не просто сказать, достаточно было это осознать. И ты вдруг решила, что хорошего человека надо любить, да? Да, да. Ну, и дальше. Вот, извини, сейчас ты пока вспомни. Я хочу сказать, что я не просто так задаю эти вопросы. Дело в том, что... Не буду плакать. Дело в том, что... Мне сказали не плакать. Нет, тебе ничего не сказали. Дело в том, что... Нет, нет, Ессофа сказала нельзя. Дайте мне договорить. Дело в том, что я довольно часто читаю, слышу. Вот, ну, такие разговоры, даже не разговоры, а всплески души мам с детьми, которые, ну, как бы не видят себя, они не понимают. Вот те, кто за видом работают давно, они как бы ведут себя немножко по-другому. А те, кто начинают, вот, они примерно чувствуют себя так, как ты себя чувствовала. Поэтому, вот, это очень важно им услышать. Именно вот, как, что произошло, когда ты вдруг осознала, и какие действия ты предприняла, исходя из этого. В принципе, как бы просто появилось какое-то... Я, во-первых, долго прокручивала эту фразу. Прокручивала я себе ее. И понимала... Какую? Что? Ты хороший человек, что я, вот, я сейчас вспомнила, не знаю почему. И это то, что придавало силы, да, то, что придавало какой-то уверенности в себе, ну, чувство собственного достоинства, что вот, ну, не просто так все, что надо двигаться дальше, ну, вот. Вот, вот. Ну, и, как говорится, хорошему человеку надо, вот, да, немножечко подумать о себе. И что началось? Вот. Мы пошли, да, вот я пошла на работу, то есть я стала сама распоряжаться своими средствами. То есть мне в какой-то момент это, ну, стало нравиться, что я сама о себе могу позаботиться. Позаботиться о своем сыне, да, так как мне хочется. Купить ему то, что мне хочется, а не то, что мне диктует, да, кто-то со стороны. Вот, вот, вот. Ты становилась личностью, стала понимать, что, да, тебе тоже что-то надо. Вот, знаете, в чем дело? Ситуация возникает такая, что вот вокруг ребенка создается какой-то вот такой ореол его исключительности и, как бы, ущерб всех, всех остальных членов семьи. И на самом деле, вот скажи мне, пожалуйста, вот тоже интересный момент, сейчас вы поймете, что я хочу сказать. Как ты думаешь, Дима почувствовал твои перемены? Да, я думаю, что, конечно, почувствовал. А изменилось его отношение к тебе? Ну, изменилось, ну, наоборот, как бы, в худшую сторону немножко. Он стал себя ревновать к самой себе? Ну, да, у него стало проявляться это. Вот, вот, эта проблема, как бы, в том, что ребенку это непривычно. А вот сейчас проходит эта ситуация, он сейчас, как бы, изменилось его отношение, он стал понимать тебя, вот, тебя как личность, он стал воспринимать по-другому? Ну, даже элементарно, судя, потому что, вот, я до этого сказала, что я зашла в супермаркет с вещами, да, и для себя, для меня, для себя в первый раз. И он понял, что это важно. Да, да, что это важно, и он не капризничал, он это принял, ну, то есть, это важно. Показывать. Вот, так вот, я не зря задал такой вопрос, почему себя не любила достаточно долго, вот, дело в том, что невозможно воспринять ребенку. Мы считаем, что дети, вот, маленькие, они не понимают, они не чувствуют, они очень все прекрасно чувствуют, они все прекрасно понимают. И если они чувствуют, что мама, как бы, вот, делает все для них, она вообще не для себя, не воспринимает себя как личность, соответственно, они ее тоже как личность не воспринимают. Потому что та связь между матерью и ребенком, она не только направляется в сторону ребенка, но и в сторону от ребенка к матери. Он прекрасно это понимает. И поверьте, что Оля уже вам показала это на примере буквально свежим, когда ребенок становится не просто любит мать как свою собственность, а он ее уважает как личность. И соответственно, смотрите, что совпало. Одномоментно совпало проявление и формирование личности Димы и восприятие им, мамы, как личности. И это не случайно. И Оля, такой вопрос. В будущем, как ты планируешь какие-то изменения для себя уже? Есть ли какие-то планы? Что касается твоей жизни, не лечения ребенка, а именно твоей жизни как личности? Да, да. Мы уже где-то дня 3-4 говорим тут со специалистами центра про мои изменения, про то, что мне нужно изменить. И в принципе, я эту картинку видела уже в голове до приезда сюда. Но только тут все подтвердили. Ну, о том, что мне в первую очередь нужно становиться самостоятельной во всех отношениях, в плане жилья. Да, я должна жить отдельно с Димой, потому что я жила со своим папой. Вот. То есть нужно менять жилье, нужно становиться жить самостоятельно. Вот. Работа, слава богу, есть. Садик тоже. Вот. То есть у нас задача на самостоятельность. Вот это наш курс. Вот. Теперь я думаю, что очень многие поняли, почему Давид, ну и мы, как его единомышленники, считаем всегда, что лечить надо всю семью. Потому что вот менять в корне, ну, скажем, мировоззрение родителей по отношению друг к другу, по отношению к себе самой, по отношению к окружающему миру, вот, это самый близкий и самый реальный путь к выздоровлению всех. И вот Оля, как мне кажется, вот сейчас она, у нас разговор откровенный, да, мне кажется, что она вполне может не согласиться, если я не прав, что это вот как раз и происходит. Причем происходит вот на глазах реально сразу, и одно влечет за собой другое. Я правильно говорю? Да, да. Причем, что это складывается все, ну, это просто складывается каким-то волшебным образом, каким-то вот как будто бы пазл собирается в какую-то картинку. Причем, я думаю, что когда ты вот до, скажем, да, сеансов с Давидом, ты вообще об этом не то что не думала, да, вообще надо написать. Я даже мечтать об этом, наверное, не могла бы, что будут такие изменения, что в качестве жизни, да, в какой-то надежде, да, на будущее. Говорю, есть моменты, когда я все-таки, как каждая мама, переживаю, но всегда есть возможность позвонить Давиду, который опять поставит тебя на нужное. Могли вправе. Да, да. Ну, вот, в принципе, как бы, да, вопросы у меня исчерпались, да, даже вот выдержал, да, спасибо тебе. Теперь, если есть что-то сказать, вот, пожелать мамам, которые нас слушают, не только мамам, я думаю, вот, так что есть возможность это сделать. Пожелать хотелось бы, конечно, веры в себя, пожелать хотелось бы перемен в лучшую сторону, ну, сказать, что не стоит бояться, если что-то нужно менять, то не бойтесь перемен, вот, в лучшую сторону. Ну, и мы хотим пожелать тебе, значит, ну, вот, я от имени Центра, да, это озвучу, мы хотим тебе пожелать, чтобы все мужчины всего мира смотрели на вот тебя, молодую, красивую женщину, улыбались, радовались то, что они видят, и чтобы каждый день они тебе дарили. Ну, небольшие подарки, которые исключительно не для семьи, не для Димы, а исключительно для тебя, ну, примерно вот такие вот. А, ничего себе! Да, это от нас и... Боже, спасибо! Для тебя, чтобы ты была еще красивее, еще моложе и долго-долго сохраняла вот израильский аромат, израильские вот ощущения того, что тебя любят, тебя воспринимают. Не могу открыть? Открыл еще. Чтобы, так, не знаю, я тоже не могу открыть, потом открыть. Ладно, спасибо, поможем. Дима, да. Да, чтобы ты вот чувствовала себя женщиной. Спасибо большое. Молодой, красивой женщиной, которая ты есть на самом деле. Спасибо. Удачи тебе, спасибо. Ой, так приятно. Да, чтобы ты была счастлива и, ну, все мечты, которые вот здесь озвучили, и даже больше, чтобы они все сбылись. Люби себя. Спасибо. И все будет хорошо. Все, до свидания. До свидания. Спасибо, всем удачи и любви. Классо. Так приятно. Так мило.